Тихий провинциальный городок Нью-Таун – одно из немногих мест в Америке, где запрещена свободная продажа оружия. Впрочем, этот незначительный факт никак не повлиял на события, которые в минувшую пятницу шокировали страну и весь мир. Расстреливать безоружных детей и учителей 20-летний психопат шел словно на спецоперацию в черной маске и бронежилете, вооруженной пистолетами, наперевес с автоматом «Бушмастер». Такое оружие американские солдаты использовали в Иракской войне и афганских наземных операциях. Позже станет известно, что автомат убийца Адам Ленза взял у своей матери. Ей же вполне легально принадлежали пистолеты и винтовка. Зачем пожилой женщине, учителю начальных классов, такой боевой арсенал – непонятно. Для самообороны оружия явно многовато. Но первая пуля досталась именно ей, матери американского стрелка. Сейчас мы расследуем, что побудило мужчину совершить то, что он совершил. К этому подключены все силы правоохранительных органов. В школу бывшего выпускника и сына одного из учителей пустили без лишних вопросов. Да и какой угрозы можно было ждать от этого худощавого и скромного паренька с прической, как у хипстеров. Свидетели говорят, что преступник действовал невероятно жестоко и хладнокровно. Отмечают, что Ленза не проронил ни слова. Стрелял прицельно, стараясь добивать своих жертв. Ни слезы, ни мольбы о помощи не могли остановить сумасшедшего. Мы бежали очень быстро, добрались до пожарной части. Нам повезло, и мы рады, что остались живы. Я видел, как полицейские выводили детей из школы. У одного все лицо было в крови. Двух детей вынесли на руках. Они не двигались. Это ужасно. Нервничать убийца начал лишь в тот момент, когда не смог сломать дверь, за которой находилось 15 напуганных учеников. Последнюю пулю Ленза оставил для себя. Его нашли мертвым в одном из классов. Сердца родителей погибших детей разбиты. Разбитые сердца родителей выживших детей. Они понимают, что их дети слишком рано увидели жестокость. Нет слов, которые могли бы облегчить боль всех этих людей. Вытирая слезы, Барак Обама наверняка осознавал, что жизнь 20 малышей из школы Сэнди Хук оборвалась не только по вине психопата из Ньютауна. Американские власти сами законно раздали людям пистолеты, винтовки и автоматы. Но, как известно, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. У людей довольно много подавленной агрессии. И эта подавленная агрессия может проявляться тем, что человек пришел домой и подрался с кем-нибудь. А если у него в кармане есть пистолет, то он может не только подраться, но и разрядить в кого-нибудь обойму. Новости о том, как мирные граждане в одночасье превращаются в серийных убийц, в американской прессе появляются чуть ли не каждый месяц. Кровавая пятница в начальной школе Сэнди Хук за минувший год стала уже седьмой бойней по счету. За три дня до событий в Нью-Тауне житель штата Орегона открыл беспорядочную стрельбу в торговом центре. Двое погибли, один человек доставлен в больницу, сам преступник пустил себе пуль в лоб. Мы стали закрывать двери, чтобы тот, кто стрелял, до нас не добрался. Еще не забыта июльская трагедия в городке Аврора, штат Колорадо. Студент Джеймс Холмс разрядил несколько обоим в кинотеатре во время фильма о Бэтмене. Назвав себя одним из героев блокбастера, маньяком-джокером, вооруженный до зубов молодой человек, убил 15 и ранил десятки человек. Не помню в жизни ничего страшнее. Казалось, вот он, конец. Но тут я увидел людей, выбегающих в двери, и тоже побежал, не оглядываясь. Ранее студент христианского колледжа в Окленде расстрелял семерых своих однокурсников. Что подтолкнуло его на этот шаг до сих пор загадка. Известно лишь, что преступник был вооружен пистолетом, который приобрел для самозащиты. Трагедия в школе с таким количеством жертв сравнима лишь с событиями в Вирджинском политехническом университете. Там в 2007 погибли 32 человека. Печально знаменитый расстрел в школе Колорадо в 99-м унес жизни 13 учеников и учителей. В Соединенных Штатах ну слишком много оружия. Проблема настолько серьезная, что просто жить стало опасно. Потери Америки от оружия самообороны напоминают сводки гражданской войны. В год от пуль гибнут больше 30 тысяч человек. Но если раньше общество вооружалось против преступников, то сегодня боится собственных соседей. На этом фоне особенно цинично звучат призывы некоторых российских политиков легализовать обнестрельное оружие в стране. Даже сам факт, само понимание, что у граждан может быть оружие, уже бы возможно человека этого могло предотвратить это преступление. То есть он бы уже не пошел на это преступление, зная, что может быть просто бесславно застрелен. Можно только гадать, остановился бы московский клерк Дмитрий Виноградов перед расстрелом своих коллег. Или напротив, вооружился бы еще больше. Ведь весь свой небогатый арсенал русский Бревик приобрел для охоты, на который так ни разу и не был. Но его вменяемость почему-то не вызвала сомнений у врачей, если те вообще проверяли его психическое состояние. В США заговорили о том, что пора уже ограничить свободное ношение оружия. В России, наоборот, все чаще наставят, надо разрешить, даже митинги за это проводят. На аргументы оружейного лобби эксперты приводят печальную статистику. Только из травматики за последние пять лет в России было убито более 70 человек. А еще сотни пострадавших и тысячи преступлений. Стреляют на улицах по пешеходам, в пробках по водителям, в кафе по клиентам и даже в школах по одноклассникам. Россияне пока даже не умеют обращаться с гражданским оружием. Чего уж там говорить об огнестрельном. Легализовать можно. К чему это приведет? Вот те события, которым пестрят ленты новостей в последнее время, по крайней мере, меня убеждают совершенно в обратном. Надо усилить контроль над имеющимся оружием. Офицер на месте оценивает ситуацию, смотрит, нет ли чего подозрительного, может спросить его имя и что происходит. Если человек не нарушил закон, мы его не задержим. Офицер говорит, если. Но можно сказать и так. Пока он не нарушит закон, его не задержат. Равно как и пока ни один психиатр не знает, что человек сошел с ума, ему спокойно продадут оружие. Кстати, в абсолютном большинстве штатов не регулируется вторичный рынок. То есть владелец оружия может перепродавать его по собственному усмотрению. В этих условиях просто невозможно предотвратить преступление где угодно, где можно вот так запросто купить боевой ствол. Сторонники права на такую самооборону обязаны постоянно держать в уме эту оборотную сторону медали. Потому что она, как известно, неотделима от лицевой. Потому что никто не знает, чьи дети станут следующими жертвами сумасшедшего, решившего воспользоваться своим конституционным правом свободно приобретать оружие.